Добрый день, Аналитическое и экологическое отделство Бринвина и Лидия Астамина. В этой серии подкастов вместе с экспертами и активистами мы исследуем, как справляются наши регионы с проблемами изменения климата, окружающей среды и как мы сможем объединить усилия для обмена идеями и решениями. В этом интернете Мурзата Дурасылова, авторитетный эксперт в области устойчивого развития, поделится своим именем. Мурзат, деятельность вашей организации напрямую относится к цели устойчивого развития номер 7. Недрагостоящая и чистая энергия. Известно, что для Кыргызстана вступление в Бразильский экономический союз происходило довольно болезненно. Тем не менее, страна получила дополнительные механизмы для решения стоящих перед ними задач. Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые выполнила ваша организация, связанных с изменением климата. Здравствуйте. Наша организация в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности работает очень давно, 2002 года. За этот период мы сделали проекты, которые внедряют чистые виды энергии, которые добываются за счет солнца, геотермальных источников ветра. И мы продвигаем этот вопрос не только на уровне реальных практик, но также на уровне законодательства и финансирования. С другой стороны, конечно же, еще вопросы изменения климата касаются внедрения новых технологий в общие производственные процессы. и в этом направлении наша организация также ведет активную деятельность по применению зеленых технологий, по адаптации передовых решений, практики, ежедневной практики, как на уровне домохозяйств, так же на уровне промышленных объектов. Например, это может быть утепление домов, с помощью которого достигается энергосбережение, энергоэффективность, сокращаются выбросы в окружающую среду, сжигается меньшее количество энергии. С другой стороны, это может быть, например, установка солнечных коллекторов для отопления горячего водоснабжения или для получения солнечных панелей, для получения электроэнергии. В Кыргызстане все еще больше и больше приобретает также актуальность применения тепловых насосов, которые очень эффективны, например, на 1 кВт потребление электроэнергии он дает 3 кВт тепла. И таких практик можно перечислять очень много, потому что в рамках проектов, которые мы реализуем, мы сделали более 500 энергоаудитов и более 3000 реальных проектов, которые внедрили у себя предприятия для дома энергоэффективные мероприятия и возобновляемые источники энергии применили. Мой Венесон активно продвигает программу, и вы немножко уже рассказали, финансирование зеленых технологий Керсет, направленную на энергоспередающие мероприятия в жилищном и бизнес-секторах. Приведите, пожалуйста, несколько конкретных примеров. Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане – это уникальный проект, который включает в себя, с одной стороны, доступ к финансам, это кредитные деньги, которые распределены среди местных коммерческих банков, с другой стороны, это грантовый компонент для мотивации и заемщиков, чтобы применяли зеленые технологии, и также есть бесплатная техническая ассистенция. Проект был разработан Европейским банком реконструкции и развития, и грантовый компонент на техническую ассистенцию и поддержку заемщиков осуществляется за счет средств Европейского Союза. С 2013 года в Кыргызстане проект реализовал более 3000 проектов, которые использовали финансовую возможность, чтобы внедрить эти технологии у себя. Например, это предприятия, которые поставили у себя новые линии производства или утеплили свои административные здания, либо поставили у себя новые технологии, как солнечные коллектора или тепловые насосы, заменили свои старые угольные котельные на новые газовые, например, или солнечные обогреватели. Это также простые жители, владельцы домов и квартир, которые заменили у себя окна и за счет этого сократили энергопотребление, например, инфильтрацию, потеря тепла через щели. Это полное утепление оболочки здания, то есть стены, потолки, полы, потому что мы знаем, что через стены, потолки тоже до 30% энергии теряется. И это буквально отапливание на улице, потому что в наших постсоветских странах дома строились без учета энергоэффективности, и энергопотерия составляет до 70%. И также у нас есть очень хорошие проекты и примеры, когда люди установили у себя капельное решение, например, чтобы сберегать воду, поставили специальные водосберегающие краны, душевые головки поменяли. То есть есть очень много мелких решений, которые ежедневно могут нам помогать сберегать ресурсы, которые мы применяем. Энергоэффективное освещение, автоматизация подачи электроэнергии, также в целом хорошее планирование энергопотребления, например, в предприятии через энергоменеджмент, много таких других решений продвигается как раз через проект Кирсер, потому что у нас есть команда экспертов, команда инженеров, которые осуществляют такую вот бесплатную техническую ассистенцию для клиентов. Расскажите, пожалуйста, о проекте, уникальном для Центральной Азии, насколько подобного комплексного подхода к устойчивой энергии, устойчивому использованию природных ресурсов, практически в скоте, пока не было. В данный момент наша организация осуществляет проект продвижения энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Пирэта. Проект уникальный, комплексный, потому что внедрение циркулярной экономики и практику устойчивого потребления производства требует именно комплексного подхода. Зачастую бывает так, что для озеленения, скажем так, производства или деятельности требуются определенные знания. И в коммерческом секторе этих знаний очень мало, потому что это требует некого технического потенциала. Как раз проект Пирэта осуществляет такую техническую поддержку через квалифицированных инженеров, экспертов и финансистов, которые помогают бизнесу определить конкретные мероприятия для их предприятий, которые работают в секторе туризма, чтобы понять именно, что нужно сделать, какие мероприятия нужно внедрить. Например, это может быть утепление жилья, чтобы сократить свое энергопотребление, замена старого оборудования. Какие-то меры по устойчивой практике привода потребления или использование, например, даже стиральных порошков или жидкости, которые используют для обмытья посуды и так далее. То есть это начиная от АДО и ТАЯ, как раз наши эксперты помогают оценить и прийти к определенному выводу, чтобы сделать предприятие максимально ресурсоэффективным и за счет этого повлиять не только на их экологический след, но и также сократить их бюджет. С другой стороны, проект «Берета» также подразумевает работа с местными поставщиками оборудования и технологий. Зачастую бывает так, что когда даже предприятия или простые жители хотят что-то внедрить, у них нет знаний. Если знаний есть, то у них нет денег. Если деньги есть, то у них нет технологий. И чтобы вот такая цепочка полностью все выстроилась, проект «Берета» делает комплексный подход и работает, с одной стороны, с местными коммерческими банками и финансовыми институтами, чтобы помочь им разработать специальные финансовые продукты для поддержки зеленых технологий и зеленых практик для коммерческого сектора, для бизнеса, скажем так. С другой стороны, мы работаем местными поставщиками, чтобы они привозили качественные материалы и технологии на рынок. В-третьих, мы работаем также с политиками, чтобы это были законы, стандарты, которые помогают бизнесу озеленять свою деятельность и помогают и мотивируют эту деятельность дальше осуществлять. Конечно, мы еще в проекте делаем большой акцент на обучении. Мы работаем с журналистами, мы организуем серию тренингов, семинаров для владельцев бизнеса, для журналистов, для простых потребителей, для туристов, чтобы у нас было в целом общее понимание и именно правильные, скажем так, подходы со всех сторон. Друзья, у вас наступлен большой опыт по защите прав потребителей электроэнергии. Вы строили мосты между потребителями электровоспределительными компаниями на протяжении многих лет. Вам удалось всего-то добиться? Мы все являемся потребителем электроэнергии и каждый из нас является как раз тем абонентом, который взаимодействует с энергокомпаниями. И поэтому права потребителей и обязательства потребителей это один из таких очень острых вопросов. При этом в нашей советского времени сложилось так, что есть, скажем, энергокомпании, которые нам дают доступ к благу, к электричеству, а с другой стороны в то же время они являются как раз и тем хозяином, который устанавливает эти правила. Поэтому наша организация осуществляла деятельность по внедрению прозрачности и подотчетности в энергетической отрасли и улучшению управления энергетическим сектором. Так как это общественный сектор в Кыргызстане, где государство владеет основной долей акции в энергосекторе, то мы считаем, что общественный интерес там должен быть превыше всего. В этом секторе мы работали более пяти лет. Были созданы региональные центры защиты прав потребителей энергии, где работали общественные активисты, юристы, которые помогали как раз населению решать вопросы, касающиеся электроэнергии, их потреблению и доступу к энергии. Бывает очень много случаев, очень много спорных моментов при взаимодействии с энергокомпаниями. Это касается и неправильных счетов, вычисленных, скажем так, штрафов, пений, доступа или подключения к электроэнергии, отключения от сети, от электроэнергии. И таких моментов очень много. И когда идет правильное информирование населения и также тесная работа с энергокомпаниями, это помогает сократить социальную напряженность на местах и также сократить коррупционные моменты. Как Ваш опыт, потенциал Вашей организации способствует реализации принципа зеленой экономики и устойчивого развития? Я думаю, что одним из очень важных моментов реализации любой политики, это является именно поддержка общественности, населения и потенциал местных организаций, которые работают в этом направлении, как на уровне бизнеса, так и на уровне НПО и граждан обычных. Поэтому у нашей организации накоплен определенный опыт в этом направлении. И основную нашу миссию мы увидим в построении человеческого потенциала, в развитии зеленой экономики и устойчивого развития. Мы очень активно работаем в области развития гражданского общества. Например, наша организация является инициатором и создателем неформальной сети экологических организаций «Климатическая сеть Кыргызстана». Также в 2019 году мы помогли объединить гражданское общество и создать ассоциацию юридических лиц «Зеленый альянс Кыргызстана», куда входят более 50 организаций, включая академический сектор, НПО и бизнес. И где мы очень активно обсуждаем программу развития зеленой экономики Кыргызстана, которая была принята правительством Кыргызской республики. Мы очень активно обсуждаем концепцию экологической безопасности. Мы очень активно мониторим реализацию политики в области зеленой экономики и изменения климата. Мы являемся членами межправительственных советов. И я думаю, что вот такая активность именно на местах дает возможность, когда, значит, концепции, стратегии и нормативы остаются не просто на бумаге, а реально реализуются в жизни. Наша организация, как название говорит, «Юнисон», это от слова «Унисон», иначе говоря, в гармонии, в «Унисон» работать. И мы верим, что спасение планеты и наше общее благо зависит от каждого из нас. Поэтому каждый должен находиться на своем месте и делать все, что может. Спасибо большое.